Музыка Здравствуйте уважаемый телезритель Это программа мужская компания С вами ее ведущий Леонид Ашмарин Сегодня мы приехали на водохранилище Для того чтобы половить рыбу на мормушку со льда Вчера подготавливаясь к рыбалке Я планировал что сегодня буду рыбу ловить при помощи активного поиска Надежда была на чебака и на окуня Но проснувшись сегодня утром Обнаружил что температура воздуха составляет больше 20 градусов На улице достаточно сильный приличный ветер Который на водоеме только начал усиливаться Синоптиков которые предсказывали на сегодня отличную прекрасную погоду С температурой там минус 11, минус 12 Но тем не менее выезд на рыбалку мы решили не откладывать А половить рыбу в палатке Поэтому для ловли я выбрал известный мне участок Здесь ямка такая достаточно перспективная В которой обитает такая безотказная рыба как ерш Ерша в принципе можно поймать в любую погоду Клюет он практически всегда Иногда получше, иногда похуже Если повезет, удастся половить и другую рыбу В качестве прикормки у нас с собой есть немного мормоши Сейчас сначала попробую половить рыбу Сделаю пару проводок без прикормки Если рыба не отзовется, то начну прикармливать мормоши Глубина на этом участке составляет порядка 7 метров Очень интересный рельеф Бугорочки, ямки, приямочки Сейчас мы сидим практически на нижней точке свала В ямке Одну удочку я поставил настоящую С крючком и поплавочком Там у меня оснастка рассчитана в основном на белую рыбу Потому что я все-таки планирую подловить сегодня чебачка Если он подойдет Ну а если нет, будем ловить ерша Вот сейчас я поставил достаточно тяжелую Такую вольфрамовую мормышку Поскольку глубина все-таки не маленькая Обычная такая спортивная удочка Аккуратный ловсановый сторожок И небольшая такая балалайка Вот мормышка моя коснулась дна Сейчас сделаю первую проводочку Посмотрим, отзовется ли рыба сразу С первой проводки Или все-таки стоит рыбу прикормить Серьезной рыбалки, конечно, сегодня не получится Но я думаю, что удовольствие от ловли ерша нам все-таки удастся получить Вот сразу смотрим поклевка Первая происходит Причем такая достаточно злая Ну это, конечно, ерш Я думаю Да, ершик На первой же проводке отозвался Вот он, вот такой вот прекрасный Небольшого, правда, размера Но Зато клюет Вот он наш ерш Клюнул, причем на активную проводку И достаточно высоко от дна Что означает, что рыба все-таки активная сегодня Поэтому, я думаю, рыбалке удастся Первая рыбка поймана Это очень хорошо Хорошо Хочу сказать, что ерш, хоть рыба зачастую довольно неприхотливая, прожорливая, спортивная и интересная она все-таки представляет. Тем более в глухозиме, когда другая рыба бывает зачастую неактивна, если рыболову известны места стоянки ерша, то можно рассчитывать на хороший улов в любую погоду, потому что ерш рыбка прожорливая, ходит достаточно большими стайками, зачастую совместно с ершом можно поймать, в принципе, и другую рыбу. Поэтому в глухозиме я ершиком никогда не пренебрегаю, тем более, что эта рыба очень вкусная в ухе. Вот еще одна поклевка очередная и снова ерш. Клюет ерш уверенно, сходов на правильной снасти практически не бывает. Вот пока такие небольшие ершики у нас. Как мы видим, рыба даже без прикормки активно ловится. Все-таки нам сегодня удалось правильно выбрать место. Связано это с тем, что я до этого как-то здесь уже рыбачил, и мне просто была известна очень хорошая ямка. Впрочем, если ерш в водоеме распространен достаточно широко, как в нашем водохранилище, ловить его можно на разных участках. Просто надо не лениться, а искать его, пересверливаться. Он может стоять как на глубине, как в данном случае мы его ловим на 7 метрах, так где-то и под берегом. Хотя ерш считается донной рыбой и кормится в основном со дна, когда я ловлю на большой глубине, я никогда не заканчиваю проводку возле самого дна, а продолжаю ее выше, зачастую до метра над дном. Потому что ерш на большой глубине часто реагирует на приманку, стоящую высоко. Когда мы поднимаем мормушку высоко, зачастую ерш, который стоит чуть поодаль от лунки, может подойти и начать брать. Также высоко дна может взять другая рыба, такая как окуни-чебак. Вот поклевочка снова происходит у меня. Кто же он там, кто же? Я думаю, что это ерш. Да, еще и не самый крупный. Вот он. Чуть пореже стали поклевки, тем не менее, вот на такую вот дробинку с большим пучком мотля попадается такой вот небольшой уже совсем ерш. Ну, главный процесс. Главное, что рыба клюет. Снова поклевка происходит. Причем сразу на две удочки. Я смотрю на второй, то у меня тоже клюет. На всю. Здесь вот ерш попался на крючке, а там, там, конечно же, тоже ерш. Ах, на второй удочке выплюнул насадку, успел выплюнуть. А здесь вот такой вот, небольшой. Красавец, да? Ай, какая рыба! Плавнички! Царь водоема! Вот поклевка вновь происходит. Достаточно высоко дна. На крючке небольшой бойкий ершик. Такая вот небольшая рыбка серенькая. Сегодня у нас получилась такая легкая разминочная рыбалка. В связи с плохой погодой настоящей рыбалки не получилось. Тем не менее, десятка-два небольших ершиков на небольшую порцию ухи нам наловить удалось. Обкатали сегодня снасти. Попробовали разные варианты проводок. Половили небольшую, но бойкую приятную рыбку. На этом сегодня передачу мы будем заканчивать. С вами была программа Мужская компания. Мы ловили ерша на водохранилище. До встречи на рыбалках. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok